добрый день дорогие друзья с вами капля и мы говорим о политической свободе первое и наверное главное политическое право абсолютно любого человека это свободно выбирать правителя конечно когда мы говорим о теократии который в данном случае в мире я не наблюдаю ни в одном государстве то там выбора по большому счету нет однако церковь являющаяся по своей сути вот этим вот теократическим сообществом или по крайней мере должна им быть изо всех сил пытается управляться мирскими методами быту демократии там и всевозможные там монархические неважно какие еще структуры мы по какой-то причине в церкви ушли от теократии наверное потому что нам довольно таки сложно понять каким образом бог не реализует а происходит вот эта сложность растет из болота непознанности господа то есть человек знающий бога он никогда не сомневается в том поставлен ли тот или иной служитель им сегодня если вы выйдете на просторы интернета то вы обнаружите что огромное число христиан озлоблены на служителей и я вам могу сказать так это имеет под собой определенные основания однако пасторы настолько же не духовны настолько же часто ошибаются насколько это делаете вы пастор не может быть особенно плохим как утверждают многие он не может быть хуже чем ты он не может быть хуже чем вся церковь когда мы видим пастора берущего взятки ворующего когда мы видим пастора который продает должности за деньги когда мы видим пастора который фальсифицирует придумывает и исцеление там и так далее так далее то мы говорим что это церковь такого потому что глаза то у нас есть и мы всегда видели это всегда понимали это но мы внутри соглашались с тем что мы немножко понизим стандарт вдруг что-то раскочит но вернемся к политике церковь которая должна быть примером до образцом теократии по сути стала придатком государства потому что так наверное удобней еще одна вещь которую я заметил все прийти в америку то вы обратите внимание что система управления церкви очень похожа на вот эту двухпартийную систему в штатах если вы приедете к нам то вы обратите внимание что структура абсолютно любой церкви построена по вертикали президентской как это сделано в светской властной вертикали у нас она точно скопирована в церкви есть главный босс боссов бог на небе и на земле человек который абсолютно все решает обладает верховной властью и так далее и так далее по не спадающий с меньшими полномочиями и меньше ответственность и меня это очень сильно беспокоит потому что на мой взгляд в политическом аспекте церковь все-таки призвана быть примером теократии когда бог поставляет судей бог поставляет служителей и мне кажется что нам нужно вернуть